МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подписанный президентом США закон расширяет экономические ограничения против России, но затрагивает и коренные интересы Евросоюза. Напомню, в основном ограничения касаются финансового и энергетического секторов. Срок кредитования российских банков сокращается до 14 дней, и до 30 дней уменьшается срок финансирования компаний нефтегазового сектора. Кроме того, закон разрешает принимать меры против компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских трубопроводов. Но, как считают аналитики, для банковского сектора России новые санкции не станут серьезной угрозой. Ликвидности в нем достаточно, а в случае необходимости Центральный банк окажет поддержку. А вот атака на трубопроводные проекты может стать существенной проблемой. Новое ограничение расширяет список нефтегазовых проектов, включая шельфовые, для которых запрещено поставлять оборудование. В этой связи Ассоциация Европейского бизнеса уже заявила, что введение санкций может привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что Европейский Союз оставляет за собой право на ответные действия, если шаги, предпринимаемые США, навредят интересам Евросоюза. Мы должны защищать свои интересы, отметил Юнкер. Российские новости. С 2018 года будет введен запрет на захоронение некоторых видов отходов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Так под запрет попадут лом и отходы металлов, термометры, штутные лампы, лом алюминиевых банок, фольга алюминиевая. Всего в перечне 182 пункта. С 2019 года будет запрещено захоронение отходов бумаги, картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары. С 2021 года запретят захоранивать лом компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов, электроинструментов. В Минприроды отметили, что в настоящее время из 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, образующихся ежегодно, только 7,5% используются повторно. Остальные захораниваются. Запрет вводится поэтапно, чтобы сформировалось предложение на рынке переработки. Кстати, по данным Минприроды, в целом по всей стране существует более 4000 санкционированных свалок. О несанкционированных полигонах за 4 года выявлено более 200 тысяч. 70% из них ликвидировано. Осталось 57 тысяч. К новостям в регионе. На 20-м километре дороги Воронеж-Курск в Семилукском районе у поселка Девица за последние три года произошли два ДТП с летальным исходом. Жители Девицы требуют оборудовать автобусную остановку на перекрестке дополнительным пешеходным переходом. Ограничены движения транспорта до 40 км в час. Однако со стороны профильного департамента, областной администрации и других инстанций жители получают лишь отписки. В проблеме разбирался Олег Котиков. Перекресток на 20-м километре по Курской трассе вблизи поселка Девица и Стрелеца участок повышенной опасности. Здесь расположена автобусная остановка, которая согласно обещаниям департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области должна быть оборудована к 1 августа этого года, однако не оборудована. Автобусы из Воронежа на Бахчеево и Хохол прибывают каждые полчаса. Чтобы перейти дорогу, люди вынуждены стоять по полчаса и более, особенно в часы пик утром и вечером. Ниже 400 метров есть оборудованный пешеходный переход и дорожные знаки, а на перекрестке нет ни дорожных знаков, ни разметки. Почему такое невнимание к опасному участку дороги? Переход ниже, хотя мы живем ниже, там не останавливают. Когда стоит кто-то с камерой, вот машины снимают, да, остановят, а так нет. Мы можем стоять и 20, и 15 минут, мы там даже перейти не можем. И тяжело туда ходить. Все в основном снизу ходят сюда, потому что остановка в Стрелицу, в Семилуке вот здесь. А там для чего сделали переход, мы не знаем. Слезно просим, сделайте переход. Много пожилых людей. У нас школьники, которые едут из нашего села в Стрелицу, в школу, и не всех провожают родители. Не всех, не каждый может проводить. Есть школьники, которые третий, четвертый класс, они еще малы. Вот представьте себе, что ребенок перебегает. Ну, был случай, когда вот в этом доме мальчика тоже сбило, у него был перелом. Он лежал в больнице. Лежал в больнице на вытяжке. Но нога была сломана и в бедре, и в тазе, и ниже. Три перелома было. Женщина с ним сколько отлежала в больнице. И никто, никто абсолютно не понес за это никакой ответственности. Пенсионер Сергей Пастухов неоднократно обращался в местные, областные и профильные органы власти за решением наболевшего вопроса. Но те откладывают решение вопроса. Сначала обратился в местную администрацию к Павляшику. Устно. Поговорил насчет пешеходного перехода, который нам очень нужен. Много людей ходит, и старых, и молодых. Потом, после разговора с ним, выяснил, что это ничего не получится, обратился в Единую Россию. 22 февраля я обращался этого года. Принимала помощника депутата Светлана Анатольевна, но фамилия, по-моему, Колобова. Пришел ответ с управления дороги, там я не знаю, фамилии, имя не запоминаю, что не положено. Обратился к губернатору. Тоже ответ пришел с дорожной службой. Тоже не положено. Мотивирует тем, что малая проходимость людей здесь. Но здесь живет много людей, здесь давно остановка автобусная. И люди уже давным-давно ходят здесь. Но теперь стало ходить гораздо труднее. За последние три года на опасном перекрестке были сбиты насмерть два человека. Мой муж, Колтаков Владимир Михайлович, 7 ноября 2014 года, без 10-ти 6 вечера, возвращался с работы. Он у меня работал сварщиком на тяжелых пристах в Воронеже. У нас здесь остановка, вот, автобус останавливается, вот здесь остановка у нас. Он вышел с работы и начал переходить дорогу. Сбивает его машина. Водитель Латнинский, с Латного, он прекрасно знал, что здесь у нас переход, люди с автобуса переходят дорогу. Но он ехал, скорость невозможная была. У него колеса недоставали асфальта. Такая скорость летела. Наш человек с Латного, Скрипченко Александр Иванович, он никакой ответственности не понес. Убил человека, и он, мой Володя, уже лежал здесь на обочине, вот здесь, когда мне сообщили, что мой муж сбила машину. Когда я прибежала, он вот здесь на обочине лежал. Он ее уже захватил, он уже перешел дорогу. Такая скорость была невозможная, что туфли у него оказались аж на той стороне. Вы представляете, какая скорость была? А он оказал помощь? Никакой помощи не было. Они даже на похороны не явились. На повороте к поселку Девица раньше был объект видеофиксации, который хоть как-то ограничивал скорость движения водителей, но он бесследно исчез, и жители постоянно испытывают стресс. Раньше у нас вот здесь на этом столбе висел светофор, который щелкал. Вы понимаете, вот если скорость высокая идет, он фиксировал. Кому-то понадобилось, его убрали. Вот. И вот убрали его, и все. И получилась авария. Вот сбили моего мужа. Может быть, этот светофор висел бы, может быть, такой скорости не было бы. Он ехал бы, может быть, все-таки потише. Потому что водители боялись этого. Она чуть превысила скорость, и она щелкала и фиксировала их. Те ответы на обращения, которые получили жители поселка Девица, не удовлетворяют ни их самих, ни нашу съемочную группу. Поэтому постараемся дать комментарии ответственных лиц в наших следующих передачах. Олег Котиков, Сергей Артемов, 41 канал. В 2017 году плата за обучение в воронежских вузах увеличилась. К примеру, чтобы стать дипломированным культурологом, только за один учебный год в самом престижном воронежском вузе вам нужно будет заплатить чуть более 150 тысяч рублей. За весь период обучения придется отдать почти 650 тысяч. А самое главное, мы, по крайней мере, не знаем такого культуролога, которому платят хотя бы на уровне средней зарплаты по региону. А вот чтобы освоить профессию автомеханика, востребованную не только на рынке труда, но и в быту, нужны лишь аттестат и трудолюбие. Подробнее в сюжете Анастасии Житких. На сегодняшний день в Воронежской области 52 учреждения профессионального образования. Здесь учатся более 30 тысяч студентов. Количество бюджетных мест на этот год 8 225. Уже сейчас подано более 8 тысяч заявлений по области. Первая волна подачи документов продлится до 15 августа. Вторая волна зачисления до 25 ноября. Воронежский политехнический техникум – многопрофильное учебное заведение. Здесь проходит обучение по шести специальностям. Технология машиностроения, ремонт автомобильного транспорта, технология продукции общественного питания, повар-кондитер, организация перевозок, техническое регулирование качества. Основная специальность техникума – технология машиностроения. Студенты первых и вторых курсов проходят азы управления оборудованием и знакомятся с универсальными станками с ручным управлением. А вот уже на третьем курсе появляется дисциплина программирования для авторизированного оборудования и начинается работа на программных станках. В рамках данной дисциплины студенты могут научиться писать управляющую программу для такого мишки. Если вы посмотрите поближе, то здесь выполнена довольно-таки красивая гравировка. То есть на мишке мы можем посмотреть и глаза, увидеть и нос, и уши. И даже можно попробовать его шерстку. На производстве могут встречаться детали, такие, например, как тела вращения. Но это уже не просто тела вращения, а довольно-таки сложные детали, потому что здесь присутствует нетипичная обработка для токарных станков – это фрезерная операция. Девушки здесь тоже могут выбрать подходящую профессию, как рассказывает директор техникума. В основном это специальности сервиса и услуг, логистика и повар-кондитер, на которую, кстати, самый большой конкурс – более трех человек на место. Политехнический техникум и его выпускники известны не только в России, но и во всем мире. Студенты уже не первый год выступают на чемпионатах мира по токарным работам на станках и занимают призовые места. С 2013 года наша образовательная организация принимает участие в международном движении WorldSkills. Сейчас это называется «Молодые профессионалы». Начиная с 2013 года мы занимаем призовые места каждый год. И в 2016 году наши студенты – это Сатаров Борис и Казмин Александр – заняли первые места по компетенциям токарной работы на станках ЧПУ и фрезерной работы на станках ЧПУ. И вошли в состав сборной Российской Федерации, которая будет представлять в Абу-Даби в октябре этого года на чемпионате мира России и Воронежской области. Михаил Григорьевич рассказывает, что с каждым годом увеличивается не только количество студентов, но и их качество. А вместе с ними растет средний проходной бал аттестата. В этом году техникум набирает 275 студентов. Первая волна подачи документов продлится до 15 августа. А уже на сегодняшний день документы подали более 900 абитуриентов. Анастасия Житких, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Сегодня, 58 лет назад, 3 августа 1959 года, в Москве открылся первый московский международный кинофестиваль, на котором большой приз получил фильм Сергея Бундарчука «Судьба человека». Фильм снят по одноименному рассказу Михаила Шолохова. Кто читал рассказ, помнит, что главный его герой, Андрей Скалов, родом с Воронежа. И не случайно эпизоды довоенной жизни Скалова снимались в Воронеже о пленении Андрея и расстрел советских солдат в окрестностях сел Терновое и Губарева Семюхского района. Спустя более чем полвека на месте съемок побывал наш корреспондент. Ландшафт этих мест спустя более чем полвека не претерпел изменений. А вот сам храм, свято-богоевренский в селе Терновое, преобразился и стал настоящей жемчужиной. Свою историю он начал с деревянной церкви, построенной 280 лет назад. А в 1767 году было решено построить каменный храм. В стиле русского барокко. Был он и памятником архитектуры, а освящен заново после десятилетий запустения в 2009 году. Настоятеля отца Сергия на месте не оказалось, он был в отъезде. Но местные жители охотно рассказали о жизни храма. Хороший сейчас у нас там очень красиво. Очень красиво. Внутри вы не были? Ой, там так красиво. Батюшка у нас очень хороший с матушкой. Такие вежливые, приветливые, отзывчивые. Очень хороший отец Сергий. Так что у нас все хорошо. Ну, в такие дни мало. Тут таких коренных уже мало осталось. А такие приезжие, они, можно сказать, почти не ходят. А в праздники такие вот великие очень много народу. И с Семилук приезжают, даже несмотря на то, что там есть церковь. Вот. И с Воронежа приезжают, и молодожены венчатся приезжают, и детишек крестить приезжают. Вот в такие праздники очень много. Все это они создают. Матушка с помощью там прихожан, вот они помогают. Вот всю зелень. Тут вообще ничего не было. Почти 300 лет миновало со времени постройки церкви. Старинные камни, и сейчас можно потрогать руками. Храм в обычном воронежском селе Терновое мистическим образом стал не декорацией, а одним из действующих лиц культового фильма Сергея Бондарчука о несгибаемом русском характере. И таким же мистическим образом он возродился из руин уже в наши новые времена. Об этом мы обязательно расскажем, но немного позднее, в другом сюжете. Вячеслав Запорожник, Святослав Иванов, Дмитрий Кудряшов, 41 канал. А теперь о прогнозе погоды в Воронеже области. Спонсор прогноза – компания по изготовлению фильтров для очистки воды. «Барьер». Мы с вами создатели идеальной фигуры. И с теми, кто о ней не беспокоится. Мы с теми, кто готов погрузиться в неизведанное. И с теми, кто этого не боится. Фильтр «Барьер» очищает воду лучше, а значит лучше заботиться о вашем здоровье и бодрости. Фильтр «Барьер» для наполненной жизни. Завтра по народному календарю Марин день. На Марию Ягодницу поспевает черника, черная и красная смородина. Женщины в этот день умывались росой, верили, что она сделает лицо белым и чистым. А синоптики 4 августа обещают сильные дожди в Хохле и Нижнегивицке. Воздух здесь прогреется до плюс 29 и плюс 30 градусов соответственно. Жарко плюс 31 и плюс 30 будет в Лисках и Бутурлиновке, где пройдут небольшие дожди. Дождь пройдет и в Острогожске, где столбик термометра поднимется до 31 градуса. Ясную и теплую погоду, 30 и 31 градус тепла, синоптики обещают жителям Семилук, Рамони и Борисоглебска. Облачно с прояснением будет в Россоше, Богучаре и Павловске. Здесь, на Юге области, по прогнозу, будет жарко до 34 градусов выше нуля, плюс 31 и малооблачно будет в Боброве. В Воронеже, по данным Гидромедцентра, завтра будет ясная погода, 29 градусов тепла, ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00 ровно в полдень в 19.30 и 20.30 по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.